Снова здравствуйте Вот не люблю я политики, но Сегодня все-таки придется Немножко об этом поговорить Значит, выборы у нас Прошли Что самое смешное, я нигде Не могу найти внятных Официальных Цифр, типа Явка на этих Выборах, какая была по стране По регионам, по стране Вот часов до трех, до четырех Там местами До восемнадцати ноль-ноль Регионы озвучивали явку И эта явка была на уровне Плинтуса, то есть где-то в пределах Там процентов пятнадцати Вот Где-то до двадцати процентов даже озвучивали В целом по стране Вот Уже сам плюнул, ладно Я не гений поиска, хорошо Администратора Николая, значит Нашего попросил, он сейчас ищет Точно так же Он находит разные данные Где Вокруг да около Вот Процентов от депутатов От единой России Вот столько вот получилось А сколько проголосовавших Та за эту самую Россию Блин, единую Вот А какова явка-то, блин, все-таки Где данные? Пока нету Значит, по моим По моим данным Не спрашивайте откуда Явка на выборах была Двадцать шесть процентов Значит Проголосовавших за Единую Россию Сорок шесть процентов Опять же, еще раз говорю Не спрашивайте меня Откуда у меня эти данные Блин, все равно не признаюсь И вот таким вот образом Если мы вот это вот Все хозяйство Даже округлим Там До явки Тридцать процентов Допустим Да, там Тридцать три До За единую Россию Не сорок шесть А пятьдесят процентов Проголосовавших Да, от тех Кто пришел И мы получим Что за единую Россию Это проголосовало Пятнадцать процентов Так-то Всего-навсего Причем Надо понимать Что За единую Россию Проголосовали Те, кого Пинками Так сказать Загнали На избирательные участки Вот Это у нас Военные МЧСники Значит Нацгвардия Вот это вот Которая Росгвардия Вот Это у нас Значит там Военных Пинками Загоняли Это у нас Чиновников Под страхом Отлучения От кормушки Значит там И так далее И тому подобное Вот Вот эта категория У нас Подневольных Так сказать Слуг народа Она у нас Дружным строем Практически В полном составе Пришла Проголосовала Так как надо Все остальные Соответственно Просто не пришли Не проголосовали Потому что Понимали Что Вот этот вот Цирк Значит Как бы Ну да Ну цирк А Зачем в нем Участвовать В качестве Клоуна Например Да Можно со стороны Посмотреть На это все Хозяйство В принципе Все предыдущие Разы голосования Они прекрасно Показывали Что голосуй Не голосуй Все равно Получишь Ну не то Что хотел Вот Да Значит Сейчас Сейчас У нас Соответственно На волне Всего этого Хозяйства Скорее всего Может быть Не полностью Не всерьез Но Начнется то Чего Собственно Происходит В Белоруссии Сейчас Достаточно Постоянно Различными Ютуб каналами Вот Блогерами И так далее Вывешиваются Списки Значит В каких Городах В какое Время И в каком Месте Мы соответственно Там Кормим Голубей Соловьев Там Других Птичек Гуляем Просто Организованно Там С плакатами Без плакатов И так далее На мой взгляд Это просто-напросто Провокации Малолетних Собственно Да Я Не комментировал То что происходит В Белоруссии В свое время Я комментировал То что происходит На Украине И в принципе Этого было достаточно Значит Но так как сейчас Все то же самое Грозится Значит В России Я хочу вам Немножечко Чуть-чуть Предостеречь От Скажем так Поспешных Необдуманных Действий И немножко Значит Направить туда Если что Куда собственно Надо Значит Смотрите Любой человек Который понимает Что такое власть Любой взрослый человек Здравомыслящий человек Прекрасно понимает Что если ты Хочешь взять Власть В свои руки Ты должен Именно Что ногами Физически Прийти Да Значит Занять Вот это кресло Из которого Отдаются приказы И начать Отдавать приказы Из этого кресла Если через 15 минут А потом Соответственно Через 4 часа А потом Соответственно Через сутки Тебя оттуда Не выпнули Каким-либо способом Какие-либо Государственные Структуры То у тебя Есть большие шансы В этом кресле Собственно Усидеть Отдавая Эти самые приказы Значит Но это пока Только шансы Относительно большие То есть Как минимум Больше 1% Потому что На все остальные 99% Влияет Возможность Манипулировать Деньгами Потому что Как известно Из народной поговорки Значит Девочку танцует Ровно тот Кто За эти танцы Платит За эту музыку И так далее Понимаете Соответственно Если тот Кто сел В это самое Властное кресло В состоянии Теперь Рулить Деньгами А деньги у нас В банках В бюджете Да Опять же В банках И так далее И так подобное Вот если Он в состоянии Вот этими вещами Распоряжаться Манипулировать Его команды Будут выполняться То тогда Да Он имеет Шансов Уже больше 50% И сидеть В этом самом Кресле Значит Опять же Если он будет Отдавать Глупые Приказы Глупые С точки зрения Исполнителей То Дольше Недели Все равно Этот товарищ Не просидит Значит Точно так же Произошло В свое время С Михаилом Евдокимовым Помните Такой артист был Замечательный Артист Разговорного Жанра Умный Дядька Интересно Рассказывал Значит Но Сделал Большую ошибку Он полез В политику Он залез В эту самую Власть Собственно Его туда Пустили Для того Чтобы народу В общем-то Показать Чем подобные Вещи Заканчиваются Он выиграл Выборы Ребят Он выиграл Выборы Да Он попал В кресло Губернатора Чем дело Заканчивалось Он что-то там Выступал Он что-то Требовал Значит От этого Вот Высокого Собрания А его Просто-напросто Все Игнорировали Саботировали Его распоряжения И так далее Все Не просто там Депутаты Бизнесмены Какие-то Но Даже его Собственная Секретарша Понимаете Ему приходилось Самостоятельно Блин Пальчиками По клавиатуре Вот эти все Распоряжения Печатать Отправлять На принтер Копировать Потому что Секретарша Делала вид Что она Моя твоя Не понимает Что от нее Вообще Хутят Понятно Да Она блондинка Она девочка У нее кружевные трусики Она хочет домой Вот Вот в чем дело Понятно Да Значит То есть Если вы Уверены В себе Если вы Уверены В себе Что вы В состоянии Значит Влиять на банкиров Что вас будут Слушаться Значит Вот эти исполнители Ну даже Хотя бы С уровня мэра Вы пришли в кресло Мэра И ваши Заместители И городской Бизнес И коммунальные Городские службы Вас теперь Будут слушаться Если вы В этом Уверены Ну да Вам надо В таком случае Идти Значит Туда Брать Брать Этого Мэра За Шкварник Выставлять В коридор Садиться Вместо Него И говорить Теперь Я здесь Власть В этом Городе Понятно Да Или Соответственно Точно Так же Идти И садиться В кресло Губернатора Например Если Через 15 минут Не прилетит Омон Не выпнет Вас В окно Ну Да У вас Какие то Шансы Есть Если Соответственно Там Через Несколько Часов Не прилетит Этот Самый Омон Значит Из Москвы И не выпнет Вас Через Окно У вас Какие то Шансы Есть Понимаете И в этом Случае Возникает Вопрос А нахрен Строить Баррикады На улице Понятно Да Вот у вас Есть Уверенность У вас Есть Группа Поддержка Так Сказать У вас Есть Команда Людей Которыми Вы Заместите Значит Вот эту Всю Команду Предыдущего Руководителя Да Вы приходите Садитесь И начинаете Рулить Городом Там Районом Регионом Ну Или вообще Страной Собственно Ну Как в свое Время Сделал Гепс Он Тупо Приехал В Кремль На полчаса Раньше Чем обычно Это делал Горбачев И занял Его кресло И все Понимаете А Горбачев А Горбачев Уже Весь Так Вот Жидко Обделался И не смог Его тупо Выпнуть Но Еще раз Говорю А при чем Здесь собственно Баррикады Значит Какие-то Кормления Голубей Массовые Выступления На площади Поймите Девиантное поведение Значит Не то, что противозаконное Это просто Девиантное поведение Антисоциальное Понимаете Вот эти вот Все массовые выступления Они Все Делаются Для Телевизора Чтобы картинка была Просмотры Зрелищность Понимаете Вот в чем дело Всего-навсего Потому что власть Даже насильственным путем Она меняется Вот так Как я вам только что рассказал А вот так Как это все На улице Толпой Эта власть Не меняется Это всего лишь Реализуется Детская мечта Одни Неповиновения И не более чем Вы посмотрите Там выходят Малолетние Идиоты Я уже говорил Значит Сейчас Тем кому 30 Например Они Социальный возраст Имеют Лет 15 Примерно На 10-15 лет У них социальный возраст Отстает от календарного Вот Непоротое поколение Так называемое Понимаете Которое не понимает Что такое ответственность А именно ответственность Делает человека Взрослым Понимаете Не Волосики Блин На лапке И под мышками Делают человека Взрослыми А Та ответственность Которую он готов На себя взять Начиная Значит Со своего поведения Заканчивая Значит Окружающими А если Он не хочет Никакой ответственности Брать Не берет А делает Ой Мне вот так Сказали Поэтому я так делаю А все Теперь на меня Останьте Это отсутствие Ответственности Это говорит о том Что он как был Малолетним дурачком Так и остался Малолетним дурачком Неважно 30-35 Ему 40 лет Без разницы Инфантильный Малолетний дурак И вот такие дурачки Они выходят На вот эту Площадь Да Что они там Толпой ругаются С ОМОНом Да Что они там Пытаются Баррикады строить Да Флаги Вытаскивают Какие Вот под этими Флагами Например Этих самых Белорусов Расстреливали Во времена Великой Отечественной Войны Там свои Националисты Потому что Были Точно такие Такие же Как Бандеровцы Например На Украине Точно такие Ровно С этими Же Самыми Флагами Вот Это Вообще Чисто Польский Проект Вот С этими Воплями Значит Еще не в Мерло Украина Живый Беларусь И так далее Ребят Ну Вот В Польше Та же Самая Те же Самые Вопли Значит Еще не в Мерло Польской Вот Да Понимаете Поэтому Не надо Поддаваться Массовой Истерике И ходить Толпами Значит Туда Кормить Голубей А тем более Призывать Значит К этой Всей Хренотени Потому что Ничего Кроме Разрушения Инфраструктуры Государственной Городской Окружающей Без разницы Вы Не добьетесь От того Что Понимаете Вот в Беларуси Например Что характерно Там же Есть предприятие Чисто государственное Которое Лукашенко Сохранил И он молодец Вот У нас такого Не случилось Да У нас Предприятия Разрушены Уничтожены А там Они сохранены Они там работают В том числе На экспорт Деньги приносят Там Забастовки Происходят А те Предприятия Которые Совместные С поляками С литовцами И вообще Прибалтами Те как Работали Так и работают Что характерно Удивительно Да Совпадение Какое Интересное Так вот Те предприятия Которые Сейчас Бастуют Они Понимаете Людям Не платится Зарплата Не платятся Деньги В бюджет Налоговых Поступлений Нет Предприятия Теряют Соответственно Свою долю На рынке Мировом рынке Что характерно Понимаете Вот Таким образом Экономика Беларуси Сейчас теряет Сумасшедшие Деньги Каждый день Причем Не просто Сейчас Они теряют Эти деньги Но они теряют Еще и Будущие деньги Потому что Они теряют Долю рынка Мирового Где они Конкурировали Значит Там Например На рынке Удобрений Вот Понимаете Они Долю рынка Больше Чем штаты Занимали Например Ну вот Как-то Так Понятно Да И Соответственно Вот эти Все выступления Они Инициируются Именно Что Иностранными Агентами Понимаете То есть Людьми Которые Действуют В интересах Другого Чужого Государства Это все Ведет К развалу К уничтожению Экономики А соответственно И государственности Белоруссии Ну Просто потому что Польша Спит И видит Как бы Хапнуть обратно Вот эти все территории Блин Полностью Не только Западную Белоруссию Полностью Всю территорию Блин Вы историю Поднимите Сколько войн Было За эти территории Блин Понимаете Точно так же Под шумок Туда же Хапнуть Прибалтику Ну Да Для поляков Это какой-то Временный выход Немножко На этом Пожрать И чуть-чуть Приподнять Собственную Экономику Вот Просто Напросто Это все Делается В интересах Другого Государства Точно Так же Под шумок Вот это Все хозяйство Будет делаться В России Здесь еще Есть Что разграбить Есть еще Еще не все Здесь Блин Убито И точно Так же Есть Кому На этом Хозяйстве Пожаровать В той же Самой Европе В той же Самой Германии Например Это сейчас Европа После вот Этой Коронак Бесия Блин Тоже Экономика В руинах Лежит Им Блин Пожрать Надо Где-то Что-то Рвать Они же Не умеют На самом Деле Производить У них Вся экономика Колониального Типа Она Живет Только За счет Потребления Извне Понимаете Разграбление Извне Значит Потребление Вовнутрь Это называется Глобализация Если вы Не в курсе Ребят Ну вот Понятно Все дела Поэтому Еще раз Не важно Под каким Соусом С какими Мыслями Вы собираетесь Выходить На улице Вы Своими Выступлениями Массовыми Будете Лить На мельницу Наших Врагов Причем Понимаете Как сказать Любите вы Путина Не любите Вы Путина Значит Эти враги Любят Путина Не любят Путина Абсолютно Не важно Враги России Это всегда Враги России Вы не забывайте Премьер Министр Англии Маргарет Тэтчер Сказал Что здесь По разным данным От 300 тысяч До 30 миллионов Населения Абсолютно Достаточно Остальное Лишнее А этого Населения Будет достаточно Для Эксплуатации Значит И присмотра За нефтяными Газовыми Месторождениями Трубопроводами Точно так же Значит Американские Премьер Министры Высказывались На тему Того Что Природные Богатства России Должны Принадлежать Всему миру Ну всему миру Это понятно Штатам Понимаете То есть Желающих Здесь Отгрызть Дофига И больше И Вот это Вот Вовойка Понимаете Вы думаете Вторая мировая Закончилась Ну точно так же Как первая мировая В свое время Не закончилась А прекратилась Потому что У сторон Просто ресурсы Кончились Вот точно так же Точно так же Вторая мировая Не закончилась А прекратилась Потому что Ресурсы Кончились Потому что У Англо-американской Коалиции Они боялись Что у них Не хватит сил Значит Чтобы задавить Советский Союз Потому что Экономика Советского Союза Была как раз таки Отмобилизована По полной программе Стояла на военных Рельсах Там Наука Техника Бурными шагами Развивались И так далее Поэтому Это все Хозяйство Было отложено И Очередной этап Вот этой вот Мировой войны То есть Первый этап Второй этап Третий этап Развал Советского Союза Четвертый этап Разграбление России Пятый этап Дожрать Россию Расчленить ее Полностью И окончательно Вы думаете Дальше некуда Да есть куда По татареи Бегают националисты С воплями Значит Отделиться От России По башкирии Бегают националисты Значит Которые пробуют силу Например На горе Куштау Сейчас попробовали Свои силы И власти Блин Пошли Им на уступки Что характерно Вот Потихонечку Точно так же Набирает вот эту вот силу Движения Значит В Хабаровске Само по себе Нет В конечном итоге Это все Бурно вылится Значит С фургала На хватит кормить Москву И вообще Сибирь должна жить отдельно Вот Понимаете Это все Потихонечку Готовится 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 Как готовится Вот А сюда Вот Разным Как сказать Разным группам По интересам Да Соответственно Каждому Свою косточку Кидают Кому-то Значит Ой Бедного Навального Значит Отравили Опять Лично Путин И так далее Там Сразу Вот Понимаете Это вся Байка Для тех Кто не служил В армии Вот просто Для тех Кто не служил В армии Потому что Те кто служил В армии Знают Что такое Боевое Отравляющее Вещество Там Возникает Сразу Два вопроса Первый вопрос Если ему Ввели Вот это Боевое Отравляющее Вещество Аля Новичок Внутрь Почему он Блять Выжил Он не должен Был выжить В принципе После введения Внутрь Цианистого Калия Блин Синильной Кислоты Никто Не выживает Никакие Блин Немецкие Медики Не помог Понимаете Но дело Это в том Что вот Этот Новичок Он Посильнее Фауста Гюта И вот Этой Синильной Кислоты Вот в чем Дело А соответственно Если Это все Хозяйство Было Ну вот Во внешней Среде Пшикнули И он там Это нюхнул Ну почему Кроме него Никто не пострадал Если Это было Все таки Боевое Отравляющее Вещество Почему В той Больнице Где он Лежал На том Этаже Блин Где он Лежал Не были Соответствующие Приняты Меры По химической Защите Народ Как ходил В белых Халатах Блин И простых Вот этих Масочках Блин Медицинских Так и ходил Но ребята Это боевое Отравляющее Вещество Если вы Немножко Не понимаете Там Блин Грубо говоря Блин Чайная ложка На стадо Блин И все Валяются Дохлые Блин Понимаете Это Максимальная Эффективность При Минимальном Количестве Вот В чем Дело Вам Блин Что-то Там Кремль Отравило Навальный Выжил Ну Блин Ему Наверное Надо Ковырнуть Немножко Получится У нас Этот Как его Айронмен Блин Да Или Как там Вот эти Вот Люди Икс Наверное Он Из их Числа Его Блин Ядами Травят А он Обратно Понимаете Или Выживает Ну Ёкарный Бабай Смотрите Какой Блин И убитая Значит Печень Ему Ничем Это Не препятствует Да Да Как-то Так Ребята Понимаете Вот это Все В кучку В кучку В кучку Собирается 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 Для того Чтобы Рвануть Но Все Вот Эти Вот Выступления Сейчас Если Они Начнутся В России Они Закончатся Фактически Ничем Они Будут Разогнаны Потому Что На самом Деле Точно Так же Как Они Закончатся Ничем В Беларуси Ну Походит Народ Ну Поорет Значит Когда У этого Народа Кончатся Бабки Значит Этот Народ Пойдет Обратно Эти Бабки Зарабатывает Вот Просто Напросто Простой Пример Значит Есть Вот Семья Белорусская Да У них Там Сыночечек Ходит На эти Протесты Бросил Работу Ходит Снимал Квартиру Бросил Снимать Квартиру Живет Теперь С мамой С папой Мама Папа Работают Кормят Долбой Дебила Вот Этого Вот Малолетнего Понимаете Значит Спрашиваю Ребят А Вам Чего бы Его Не Выпороть Ну Как Он же Блин Там Тридцать Лет Ему Ну И Чего Блин В чем Проблема Я не Понял Уронили Жопу Оголели И Выпороли Ну И Что Что Тридцать Лет А в башке Нет Ничего Понимаете Другая Ситуация Значит Там Чуть ли Не Противоположная Там Значит Мама Работает Папа Работает Значит Но Папе Вот Взбрыкнуло Значит Он решил Пойти На Вот Эти Вот Протесты Сын Значит Работает В России Значит Зарабатывает Деньги Отсылает Родителям Объясняет Чем Вы Занимаетесь Вы За что Голосуете Сейчас За что За уничтожение Белоруссии Государства За что Вы Голосуете За работу На Поляков За что За то самое Что Произошло Значит На Украине После вот этих Всех Майданов За что Голосуете Вот Своими выступлениями Блин На площади Там Орете Вот это Вот Все Че добиться То хотите А получится То же самое Как На Украине Один в один Если получится Ну там Не получится Уже Лукашенко Не Янукович И Путин Очень хорошо Понимает Что После Белоруссии Будет Россия После Белоруссии Будет Россия Как только Понимаете Вот На Украине Был Крым Вот Ключевой точкой Был Крым На Украине И там Соответственно Если бы Зеленые человечки Не взяли Крым Этот Крым Взяли бы Натовские военные Сейчас там Была бы Натовская Американская Конкретно Военно-морская база И Собственно Все Черное море У нас бы Кончилось Вот Эта хрен и тень Патрулировала бы Все побережье Черноморского побережья Нас бы тут Давили 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 По полной программе Понимаете Значит Это Стратегическая точка Белоруссия Точно такая же Стратегическая точка Как Крым Слишком близки Западные границы Белоруссия Не Украина Она поменьше Размером будет Там Границы Слишком близко Там Прибалтика Вот эта вот Ненормальная Которая Ради подачки Готова на любую провокацию Понимаете Да Своим ненормальным батальоном Значит Они В состоянии Вторнуться на территорию России Получить Люлей за это И потом Орать на весь мир И все соответственно Будут показывать Картинку Блин Как Вот эти вот Русские Напали Блин На Бедных Мирных Литовских Понимаете Ли военных Которые Вот На территории Псковской области Блин Цветочки Собирали А эти вот Сумасшедшие Русские Взяли И им Понимаете Ли ата-та Сделали По жопе Вот Это вот так Будет Соответственно Соответственно Как только Лукашенко Потеряет Власть Так Точно так же Для Значит Защиты От Террористов А на территории Беларуси Несколько Атомных Электростанций Химические Производства Так Сразу Туда Будут Введены Войска НАТО Для защиты Этих Стратегических Объектов Понимаете От Террористов И чего Нибудь Еще После Чего Эти войска НАТО Блин Расположатся Очень Близко К Границам С Россией И Собственно Все И там Будет Вот Даже Уже Не ракеты А Чисто Так Из Гаубицы Можно Будет Стрелять По Москве Все После Этого Можно Будет Спокойненько Додавливать Уже Россию Менять Власть Здесь Неважно На кого Неважно На кого Понимаете Неважно На кого Даже Там Путин Может Остаться Если Он Согласится На эти Условия По Полной Программе Видимо Он Недостаточно Еще Активно Вывозит Россию На запад Недостаточно Активно Слишком Много Видимо В свой Собственный Карман Складывает Народ Этим Недоволен Поэтому Будут Ставить Того Кто Будет Складывать Эти Самые Бабки В их Карман Не Столько В свой Сколько В их Карман Вот И Все Понятно Да А вы Здесь будете Лишнее Население Лишние Рты Вас И так Уже Сокращают По полной Программе Путин И так Согласен Скажем так Посидеть Подольше Активно Заметьте Росстат Росстат Уже Активно Отчитался О том Что Смертность Только В этом Году Только За Первые Полгода Этого Года Двадцатого Чистая Смертность Порядка Двухсот Двухсот Пятидесяти Тысяч Человек Ребят Четверть Миллиона Человек В России И вымерла Без Извините Не коронавирус Это сделал А коронабесие Понимаете Вы Думаете Что Вас тут Оставят Что Жить И дальше Пастись Нет Кролики Вас Никто Разводить Не собирается Пришло Время Резать Вас На мяско Питательное Вкусное И мех Ценный Понятно Под каким Соусом Это будет Вопрос Отдельный Ну да Власть Надо Менять Но еще раз Объясняю Ну просто Чтобы поменялась Социально-экономическая Политика В стране Надо менять Власть Вот Понимаете Социально-экономическую Политику Даже в этой стране Надо менять Вот не власть Надо менять А социально-экономическую Политику Надо менять Чтобы Страна Перестала Вымирать Ужасающими Темпами Потому что По итогам Года По Разным Оценкам Будет Даже не Полмиллиона Сокращения Населения А Порядка 750 Тысяч 750 Тысяч Ребят Это Как вам сказать Это Чуть меньше Чем Такой Город Как Самара Понимаете Или Такой Город Как Свердловск Екатеринбург Чуть Чуть Меньше Бауц И Обезлюдил Вот И Если Соответственно Вот эти Майдауны Которые Сейчас Кормят Голубей И Призывают Кормить Голубей И У них Получится Сделать То Что У них Получилось Сделать На Украине То Ребята На Украине Население Сократилось С Тогда Было Порядка 52 Миллионов Сейчас Там Порядка 30 Миллионов Это По Самым Оптимистичным Данным Порядка 30 Миллионов Понимаете За Вот эти Несколько Лет Население Сократилось Почти Вдвое В России Будет То же Самое Если Не Бодрее Потому Что На Украине Там Еще Палку Воткнул В землю Черенок От Лопаты В землю Вколотил Он Через Неделю Заколосился А Здесь У нас Извините В нашем Климате Как У нас Говорится Мурлынди Страна Вечно Зеленых Помидоров Они На Корню Не Возревают Здесь Сложнее Будет Прокормиться Банально Поэтому Еще Раз Перед Тем Как Пойти И Покормить Птичек Подумайте Ради Чего Вы Это Делаете Ради Того Чтобы Сдохнуть Или Ради Чего Того Того